И, к своему удивлению, я увидел, что у меня распухла нога очень сильно. Без всякой причины. Поэтому я пошел к врачу. Врач внимательно осмотрел ногу. Посмотрел на меня. И сказал, ты должен поститься. Когда я это услышал, я понял, что ситуация накаляется. Когда я это услышал, я понял, что ситуация накаляется. Я думал, что все, мне конец. Но я думал, что я закончился. Я закончился. Я закончился. Я часть аэропорта или учился. Что я делал? Я ты должен обучить пощах лица «мечкаule». Мы считаем лихосьмом дирижем и шимrrлогалов. Это третья глава. Мы прочитаем два абзаца. В 2004 году я организовал Академию юридической культуры, где мы изучали бхактишастри. И вот каждый год я преподавал метабельности. Это моя самая любимая книга и я преподавал три года в год я не менял предмет, старался преподавать именно бхактишастри в гектар предметы. Сейчас я преподаю разные предметы, но не только премисти, приоритеты. Делметра, лихрабель, это мой любимый бхак, и это было летом в гектаре. И сейчас я имею в виду другие книги, но это было летом. Шачинан Махараш говорит, что если вы что-то делаете постоянно углубленно в течение 10 лет и больше, тогда только вы можете понять предмет. И я хочу поделиться, если это получится нектаром, который мы читаем, черпая из этой книги нектар предности. Преподавая из года в год, эта книга не только мне надоедает, а наоборот она больше нравится. Я хочу перед тем, как начать, спросить у вас, кто прочитал всю книгу, от начала до конца. Не начинал читать, а прочитал от начала до конца всю книгу нектар предности, чтобы вы поняли рук. Я хочу, чтобы вы не смущаетесь, кто прочитал половину книги, Шила Прабхата говорил, что не задавайте мне вопросы по второй части книги нектар предности, она живет жевавами ламани, потому что даже если я вам отвечу, вы все равно не поймете, что он сказал. Поэтому хотя бы кто прочитал первую часть, это вторая часть нектар предности. Хорошо. Пожалуйста, поднимите руки, кто прочитал первую часть книги. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я думаю, у нас получится. Я думаю, у нас получится. Мы прочитаем сейчас два статьи. Поехали. 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 Итак, мы прочитали комментарии, что пропады, и я хотел бы выделить важный момент. Мы будем опираться на комментарии и также на другие утверждения из этой главы. Я хотел сказать, что мы все с вами, я очень на это надеюсь, практикуем. Хотелось бы, чтобы мы практиковали чистое бредное служение. Крайней мере наша цель такая. Чистое бредное служение. Шила Прабхупада основывает свою книгу не так бредности на книге Бхакти Расамвета Симху Шила Рупа Госвами. И в этой книге Шила Рупа Госвами Бхакти Расамвета Симху нет ни одной строчки не о чистом бредном служении. Вся книга от начала и до конца посвящена только чистому бредному служению. Вся книга Бхакти Расамвета Симху Шила Рупа Госвами. Поэтому Судaprabhupada также основывается на своих уникальных бредностях и она посвящена чистому бредностям. И приступим. Есть три типа бредноуслужения. Саддана, начальная стати. Саддана-бакти, Бхава-бакти и Прима-бакти. Саддана, Бхава и Прима-бакти. Они отличаются друг от друга, эти три разных практики. И чтобы понять, что нам делать, как мы практикуем вообще и что требуется от нас, мы должны знать все эти три уровня. Нормально это тема для вас. Я могу любую поменять. Если это вам интересно, мы продолжим. Если что-то еще, то будет что-то еще. Если что-то еще, то будет что-то еще. И я говорю, что они могут быть любого цвета, а он говорил, что они по любому только коричневые. У нас был самолет и мы просто зашли случайно на Лой-Базар, чтобы купить вещи для Баженства. Очень быстро, чтобы не опоздать на самолет. И мы стояли, разговали между собой и к нам подошел Брижабаси. Он посмотрел прямо в глаза, сначала одному, потом второму. И сказал, вы хотите узнать, какие цвета глаза Кришна? Мы удивились такому вмешательству и конечно сказали да. Мы были удивились, мы были удивились, что он у нас подошел и сказал, что он исчез. Он исчез, потом вернулся через несколько минут. И у него в руках было Баженство. Он протянул это Баженство мне и сказал, если ты будешь поклоняться, то узнаешь, какие цвета глаза Кришна. Это было Божество Габешвара Махадема. И у нас был самолет и нам некогда было подробно расспрашивать. Это было все так неожиданно. И я не знал, брат или нет, у меня не было разрешения духовного Учителя на поклонение. Но самое главное, я не знал, кто такой Капешвара. И когда я ему сказал, что я не знал, кто такой Капешвара, он тогда очень удивился и стал рассказывать историю о Капешваре. Я сказал ему, что я не знаю, кто Капешвара. И он удивился, что мне очень удивился и рассказал мне историю о Капешваре. Мы опаздывали на самолет и я уже думал, что мы просто не улетим из Миндавы. Мы были уже поздно, и я думал, что мы просто не улетим из Миндавы. Но он так увлекся, у него горели глаза, и он говорил, что каждый Баженство знает, какой Капешвар. Он сказал, что каждый Баженство знает, какой Капешвар. Ты должен знать и ты посмотри, у него есть лицо и это самое проявленное Божество, его никто не делал. И у него проявленное Рот, лицо и глаза. Но я этого не видел. Он сказал, когда ты начнешь поклоняться, ты увидишь все эти... Для меня они проявлены, для тебя тоже будет, когда ты начнешь поклониться. И я взял, я приехал, я не поклонялся этому Божеству, потому что я хотел спросить разрешение Гуру. Но так случилось, что Гуру дал, его ГБЦ запретил ездить, путешествовать и общаться на два года. Ему объявили мораторию, чтобы он не заболел, его тело болело, и ему запретили общаться, принимать письма и куда-то ездить. Но это было так легко, что мой Гуру не мог бы путешествовать. ГБЦ и Е-мейл, и все, 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 и все. И поэтому я поставил большинство, в ожидании, что, может, два года, сколько надо, я буду ждать разрешения, но подвеняться не будет. Но я был в 8-м, я увидел большинство Гуру, который сказал, я хочу есть. Я не для того пришел, чтобы стоять на полке, я хочу, чтобы не поклонялись, я хочу принимать паса. И прямо во сне сказал, что у меня нет разрешения духовного учителя на поклонение, поэтому ты будешь поститься. Спасибо. И он мне ответил, тогда ты тоже будешь поститься. Я сказал, я не могу поститься, я что буду поститься два года. Он сказал, столько, сколько я буду поститься, столько столько и ты будешь поститься. И я проснулся. И к своему удивлению я увидел, что у меня распухла нога очень сильно. Без всякой причины. Поэтому я пошел к врачу. Врач внимательно осмотрел ногу, посмотрел на меня и сказал, ты должен поститься. Когда я это услышал, я понял, что ситуация накаляется. Я думал, что все, мне конец, потому что я должен либо так поступить, либо так. Но я думал, что я был в конце, потому что я должен быть так, либо так. Нога продолжала пухнуть. И на всякий случай я начал поститься. И я начал связываться с духовным учителем. Где бы он ни был, я должен получить наставление, что мне делать. И пусть он мне сделает исключение на своем моратории и даст мне сущим дашем, ибо я умру голодной смертью. Моя жена смеется, потому что она знает Божество очень хорошо. Поэтому она знает, о чем идет речь. И Гуру дал мне разрешение. Я приехал, я дал Божество Гуру. Он его рассматривал. Тем более я преданный Санкиртанам. Мне столько обязанностей. Я должен этим заниматься служением. Я вообще никогда не поклонялся Божеству. Это было очень интересное. Потому что я был в Санкиртанам Девоте. Я не был депутат. Я был стимулируем. Я был очень работал. Я был много задач, много службы. И это было очень интересное. Потом он сказал, ты можешь поклоняться при одном условии. И потом он сказал, ты можешь поклоняться при этом. Ты можешь поклоняться при этом. Но только в одной группе. Никогда не переклоняйте это Божество на лицо. Никогда не поклоняйся никогда и восприняйте. Ты не можешь поклоняться при этом. Ты можешь поклоняться при этом. Ты не можешь поклоняться при этом. Когда ты обмываешь особенно. Потому что оно сразу же будет исполнять твои материальные желания. Никаких материальных желаний. Никогда никаких материальных желаний. Никогда никаких материальных желаний. Мы поклоняемся только для того, чтобы развить чистую любовь к Богу. И я задумался с того момента и по сей день, вот я думаю об этом, что же такое чистое предуслужение. Я каждый день поклоняюсь этому Божеству в течение всех этих лет. Ни одного дня перерыв. Ни одного. Кроме того, когда меня взяли в плен в специальный лагерь военный. Но я там поклонялся в уме Божеству Манаса Пуджи. И однажды я сидел, поклонялся и не мог сосредоточиться на Божеству, чтобы сделать ему Омывение в уме. Я зашел человек, который пытает людей. Он был в таком мрачном расположении и начал кричать. Но они знали, что я преданный. Все знали, но он не мог выговорить слово Кришна вообще, насколько он был руки в крови. И он меня назвал Харисом, потому что я не мог сказать Хари. И он кричал, а я как раз в этот момент поклонялся Божеству. Это Божество Гапеша Рано, чрезвычайно могущество. И он пришел сюда, когда я упомянулся и вернулся. И этот человек очень, очень мощный. Очень мощный. И этот человек очень мощный. И из-за того, что он мне мешал медитировать, я пришел в страшную ярость и гнев. И из-за того, что он меня упомянул в медитацию, я очень зорный. Я начал на него кричать. Это трудно представить здесь нам сейчас в спокойной обстановке, потому что этот человек не допускал не то, чтобы на него кричали, а просто когда он заходил, все начинали дрожать. Я начал на него кричать. Ты глупец, я так закричал на него. Почему ты мне мешаешь сосредоточиться на Боже? У тебя нет мозга. О какой наглости он напишел просто? Он встал, замолчал и какая-то секунда, он стоял в отцепенении и думал, что ему сделать. И потом сказал, вот это понашено, ну вот теперь понятно, что ты от меня хочешь, молодец. И потом сказал, ты готовишься, ты готовишься, я не знал об этом. Это была моя первая, наверное, проповедь, когда я так кричал на людей в гневе, и это пошло в бланк. На следующий день, на следующую ночь, ему приснился сон Харинамы, где преданные были в Муриданге, играли в караталы и пели. И он настолько испытал такой сильный счастье и экстаз, что он захотел стать рядом и тоже петь, но он не мог. Поэтому он прибежал ко мне и сказал, что надо делать, чтобы я стал таким же, вот как вы. Я сказал, ты должен проповедовать. Я зря это сказал, я не знал, чем это закончится. Представляете, человек, этому человеку сказал, ты должен проповедовать. И я увидел такую картину чуть позже. Я увидел свою проповедию. Десять человек сидели на коленях, у них были руки за головой, вот так вот. Десять человек стояли на коленях, у них были руки за головой, и он ходил и говорил, что вы должны полюбить Кришну. У этих людей даже не было никаких сомнений, что он прав. Они сидели долго, это не то, что там немножко посидели, они сидели, у них затекли руки, они качались от того, что долго сидели, они пытались полюбить Кришну. Хорошо, что я ничего не сказал ему о чистом предном служении. Хорошо, что я ничего не сказал ему о чистом предном служении. Если бы я говорил, то бы все занялись бы сразу чистым предным служением. Этому человеку невозможно отказать, когда он просит. Если этот человек сказал, то было не возможно, им не сделать. Мы потом приготовили просад и раздавать. Это нельзя было делать, но он это делал наперекор разрешению. И мы ходили вместе, раздавали просад. И как он это раздавал? Никто не отказался. Мы приготовили просад. Мы приготовили просад. Нет. Ну, матушка, это добрая история. У меня были полиэты. Полиэты просады. Полиэты просады. Возвращайтесь, человек стоит на посту, у него автомат, он не должен разговаривать ни с кем. Представляете, я подхожу к нему и протягиваю про себя. Это нереально, я протягиваю про себя, это нереально, но он взял. И женщина, которая тоже взяла и сказала, о, мне это не нравится, она взяла, откусила, сказала, мне не нравится. Мне нравится, мне нравится, а тебе не нравится. То есть, другими словами, можно так распространять. То есть, это Кришна про ее милости, безусловно, но мы знаем, что невозможно получить сознание Кришны таким путем, через силу. Оно получается через откровение. Нельзя получить сознание Кришны через силу, оно получается через откровение. Кришна, который мы знаем, что мы не можем получить сознание Кришны. Кришна, который мы знаем, что мы не можем получить сознание Кришны, но мы можем получить сознание Кришны. Баба-бахти отличается тем, что человек, который практикует, он испытывает огромное чувство, он испытывает чувство. Например, Удхава смотрел на девушку, очень красивую девушку, и он привлекся девушкой. Это противоестественно для Удхава, который контролирует умные чувства. И он подумал, раз я привлекся, значит это Кришна. И он подумал, если я привлекся, значит это Кришна. Не просто как мы говорим, ну это Кришна. Нет, это переодетый Кришна в год. Это Павабхакти. Они их чувства никогда не обманывают. Тогда как Садхаки то, что мы делаем, чувства постоянно обманывают. Например, я хочу просто разделить. Бавабхакти, например, Рагунадхадас Гасвами, он не повторял 16 кругов, хотя тоже он был. Например, Рагунадхадас Гасвами, он чентил не 16 кругов, хотя он должен был. Но вообще 64 даже. Почему? Из-за чувств. Из-за чувств. Из-за чувств. Например, он повторял. Харе Кришна и впадал в состояние в течение часа. Например, он начался с ученкой и сказал Харе Кришна и фил в экстазе в 1 час. А может быть и несколько часов. Возможно, и несколько часов. Возможно, и несколько часов. Это не то, как мы засыпаем. Это не то, как мы засыпаем. Ре Кришна. Для Садхана Бхакти это недопустимо. Да, нельзя. Поэтому есть разница. Вао Бхакта это тот, кто на уровне чувств. И Садхака, Садхака говорит, Шрилару Бхаслами Бхакти Расамрита Синху говорит о том, что основное это чувство, служение чувствами, эмоция, эмоция. Это Бхава Бхакти. Но также прославление, слушание Кришны, это остается для Бхава Бхакти. Прима Бхакти это состояние не для этого тела. То есть если у кого-то есть Прима, то тело будет разрушено. Потому что эмоции настолько сильны и они разные. Например, Кришна пришел и преданный счастлив, неимоверно сильно. Когда Кришна ушел, он неимоверно сильно несчастлив. Садхака, Кришна, происходит очень счастлив. Садхаки были на этом уровне, но они не проявляли вот такие эмоции, потому что их покровал въем майя. Так говорит Вишнанка Чакарати Садху. Много уже философии, поэтому я хочу в важный момент сказать, что она уходит в духовный мир, она прямо садится на летающий корабль и летит в духовный мир и она так вдохновилась, она написала своему духовному учителю, потом уточнила, это вещь у себя или нет. И духовный учитель уточнил, он уточнил, как именно ты уходил в духовный мир, и она говорит, я бегу туда, где корабль, посланец, я бегу, и предметы тоже бегут, и они спотыкаются, в логическом. Они спотыкаются, падают, а я не падаю, они спотыкаются, я продолжаю бежать. И потом я запрыгиваю на корабль и улетаю в духовный мир. Эта мата же очень счастливая. И эта мата же очень счастливая, потому что она спросила у духовного учителя, толкование снов, и она спросила его, что он уточнил, что он уточнил этот мир. Потому что когда такой сон приснился, человек не считает, что надо у кого-то спрашивать, все и так ясно. Почему? 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 Почему вы думаете? Почему вы думаете? Потому что она помогала другим. Потому что она помогала другим. Она получала сексуировать, потому что она помогала другим. И если человек в таком настроении, он дисквалифицирован. И что это за такое настроение? Это настроение, когда человек в мир, в настроении служения прибыл. Для примера уход другой Махараджи на Вайкунху это в Шимабаба 4.12.28. а. А за ним прилетел летающий корабль, И вышли два сияющих посланца Господа, чтобы его забрать. Смотрите, что делает Друба Махараш. За ним прилетели, он же не заставит их ждать. Заставить ждать ее посланца Вайкута, это нонсенс. Он заставил их ждать. Они ждали их. А чем же он таким важным занимался? Я зачитаю. Звучит музыка. Когда я слышал их речи, очень сладко, они были из Вакунта, он делал ритюэлли Бад, он был очень красивым шмаком, который соответствующий паспорный, И он привлекал свои тайные спиртуальные обязательства из-за того, что он возникал в большинстве большинства, которые на этом химическом городе были, и он получал их силу. То есть, другими словами, он служил, у него было настроение служения, и он получил благословение, очень важный момент. Mit anderen Worten, он дил, и он получил силу, и он получил силу, это очень важный момент. Когда я был в Чаупати, как раз в тот момент, когда столько Кришна оставлял тело, это преданный, ему было 34 года, и его привезли как раз в храм. Чтобы он получил Дашин Божество, перед тем, как он воскритил. Просто само настроение хотел передать. Был праздник, явление Адвайта Ачари, и людей было столько, что нельзя было не только что в храм попасть, нельзя было зайти во двор храм. И объявили, что для украинских преданных нужно сделать коридор, и пусть они зайдут. Я отстал от группы, и на мне не написано, что я из Украины могу. Ну, несколько раз сделали объявления в храме, и люди, они расступались, и я мог проходить. Я шел и думал, как они вообще обо мне думают, если они в такой плотной среде находятся. И все, что они слышали, это было очень тяжело. И, в общем, так или иначе, они расступались, и я мог пройти прямо в сам вот этот храм. И я думал, ну, я точно не увижу божество, и не стану перед божествами, потому что там так много людей. И потом я увидел, один преданный встал и вышел. И я подумал, вот как раз он уходит, я, как обычно, мыслал привычным методом, что раз он ушел, значит, я должен зайти и сесть на его место. И я подумал, как ему не повезло. Он уходит в самый ответственный момент. У него какие-то дела, а здесь более важные дела, и я сейчас займу его место. Я пробрался на его место и стал следить за ним. Мне было трудно идти, он вот так вот шел, потому что было столько много времени. И потом он остановился там, где я стоял. И он уехал, где я стоял. Оказалось, что он специально мне успокоился. И то, что я смотрел на божество, это меня не приблизило, а его приблизило, хотя он их не видел. Потому что у него было правильное настроение, а у меня нет. И для того, чтобы уйти в духовный мир, для этого нужно быть настроение свежения и улюблять его. И вот этот Стока Кришна, ему было 34 года, он недавно женился, он жил в храме и служил лично Радмахи Махараджу. И за словом Радмахи Махараджа, он плохо справился со своими обязанностями. Он старался изо всех сил. Он пытался это очень, очень хорошо, но он не был менеджером. Он не был харизматичной личностью. Он был обычным преданным, которым делал ошибки и очень пережил по этому поводу. И однажды выяснилось, что он заболел и умрет в течение месяца. Несмотря на то, что у него родилась дочь. И он жил, его отвезли в больнице, он был в больнице, потом он сказал перед самым уходом, что хочет приехать в храм. И он как раз приехал в этот момент в храм, когда был праздник, и я видел все это своими глазами. И он был в храме, но при этом, чтобы у него был в пакет, и он был в пакет. И он был в пакет, который был в храме. И Раднад Махарадж сказал, что, несмотря на то, что у него не было особой квалификации харизмы, может он особо не знал как описание, но он был смиренный и находился на стороне служения. Это самый дом. Раднад Махарадж сказал, что он был не квалифицирован и не харизматичен, но он был в пакетах. И это было самое важное. И в последний момент, то есть люди всегда в таком положении не задают вопрос, как правило, обычные люди, почему это со мной случилось, я так служил Кришне, и вместо этого я заболеваю, страшно мучаюсь и умираю. Где справедливость? И он тоже сказал, где справедливость? Он сказал там Махараджа. И он сказал там Махараджа. Где справедливость? Я простой человек. Я не справедливо получаю столько милостей при Кришне и столько Забота от преды. Я не заслужил, но я это получаю. И это говорит о том, что я с ним есть Кришна. Я это не получаю. И это zeigt мне, что Кришна с Бармьерзостью действительно существует. Сердце разрывалось, он не ходил, Рак съел его позвоночник, он был прикован в кровати. Сердце разрывалось, когда это видишь. И он вот так вот лежал, у него были Гирлянды, и он смотрел на Божест. Прямо вывезли с кровати, прямо в алтарную. Он был сразу в его беде, в его алтаре, и он лежал, и он лежал там, и он лежал там, и он мог бы увидеть себя в Дети. Родна Махараджа сказал, там были старшие преданные, за праздник много приехали, саньяси, разные старшие преданные. Но они все склонялись к его стопавлю и принимали у него прибежище, понимая, что он ближе к Кришне, чем они. И Родна Махараджа рассказал, что много других саньяси были там, которые были там, потому что он был там, потому что он был там, потому что он был там. Поэтому вывод такой, что если мы хотим по-настоящему заниматься чистым предным служением, для этого уже все есть. Для этого не надо что-то, чтобы что-то случилось, и я тогда, после того, как это случится, буду заниматься чистым предным служением. Родна Махараджа, потому что это уже случилось 500 лет назад. Родна Махараджа, потому что, если мы хотим по-настоящему, у нас уже все есть, чтобы это сделать прямо сразу. Потому что, если мы хотим по-настоящему, то мы хотим по-настоящему, чтобы это сделать прямо сразу. И в конце, я хотел бы сказать, что Родна Махараджа подошел к Стокра Кришне, он сказал, что ты уйдешь в вековный мир, и тебя будет встречать в Бахти-Титраславе. И Шила Родна Махараджа сказал к Стокра Кришне и Прабу, ты идешь в целом мире, и ты будешь в таком экстазии, что ты можешь забыть поклониться. Ты будешь в таком экстазе, что ты может забыть, тебя не забыть, чтобы ты не забыть. Поэтому, если любой предмет, самый незаметный, который не занимается особенным каким-то сверхслужением, он может достичь полного совершенства, если он находится на сверхслужении предмет. Я должен здесь остановиться. Самое интересное я оставил на потом. Это правда. Мы вкратце рассмотрели Бхавар-Бахти, Прима-Бахти и ничего не говорили о Саддане. Бхавар-Бахти это свержение чувства, мы говорили. Прима-Бахти это свержение, которое не для этого тела. Но Саддана-Бахти это то, чем вы занимаетесь и какое оно очень интересное. И если у Кришна будет план и он будет согласован с Маташа Динашарана, он может продолжать. Я очень вдохновился, когда она сказала, что мы читаем Нектар-Предности. Я очень люблю Бхавар-Бахти, которые любят Нектар-Предности. Я очень вдохновился. Я очень вдохновился, когда я слышал, что мы читаем Нектар-Предности в Нектар-Предности. Что его тоже нужно читать. Что его тоже нужно читать. Поэтому спасибо всем большое. Если есть какие-то дополнения, вопросы или что-то еще, пожалуйста. Если есть какие-то дополнения, комментарии, вопросы или еще какие-то дополнения. Дополнение, дополнение. Может, Маташа Динашарана что-то будет? Динашарана хочет что-то добавить. Спасибо. Хорошо. Потому что все понимали. Спасибо. Говорит так. Говорит Род, слушает Ухо. Говорит сердце. Говорит сердце. Говорит сердце. Говорит сердце. Говорит сердце. Поэтому спасибо тем, кто сегодняшний вечер вот так провел, слушая о Кришне. Deswegen, vielen датам. Все эти аплеты верят за EQение. Это был эвакер, который был в новую веку. Вопрос из Минджелат? Вопрос из Минджелат? Кто? Минджелат, который люди отряты в этом году. Если он был виноват,.. Вопрос из Минджелат? Минджелат был виноват. Но есть мгновенно. А, он стал пременом. И это было чудо, потому что вот что такое падший, самый падший, когда он становится пременом. Я увидел свои глаза, самый падший и рядом. Это Кришна. Это Кришна. 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 Кришн. Я дуала разные вопросы и мне очень интересные вопросы. Мне очень скрыли эти вопросы. ي я И даже Шила Борупад об этом говорит, я не успел к этому прикинуть. Время не участвует в прогрессе. Тогда следующий вопрос, что участвует. И ответ в том, что участвует сильное желание. Если это сильное желание, откуда оно вообще берется? Мы прочитали в этом абзаце, в Нектаре Бедности, от общения с Махатманом. Мы, когда мы эти две снижения из Нектаре Бедности, мы узнали, что этот желание... ...дадоит, потому что, если у вас это сильное желание, оно меняет все. И Шила Борупад это катализатор, который усиливает и меняет жизнь людей. И Шила Борупад как личности, они прогрессируют гораздо больше, быстрее, чем те, кто просто хочет лично служить. напрямую. Я положил голову ему на ноги, начал плакать и говорит, «Шива Пропада, я хочу напрямую кришне, не хочу через кого-то, через вас». «Шива Пропада, я хочу напрямую кришне, я хочу напрямую кришне кришне, и все ждали, что ответит Шива Пропада». «И потому что все ученики, у кого-то появляется именно такое желание, если можно напрямую, зачем посредники». «Знаете, что сделает Шива Пропада?» Он начал его гладить, и он говорит, «Все будет хорошо, все будет хорошо, успокойся, не переживай». «И этот пред еще больше начал плакать, потому что Шива Пропада знает, что если он привяжет его к себе, то он автоматически получит то, что должен». «Но тема эта очень важная, и если Кришна будет не против и Динашарана Маташа бодославит, то мы можем продолжать именно по поводу Садана Маташи». «И если Кришна это так хочет, и это очень важный тема, если Кришна это так хочет и Динашарана не против, то мы можем следующий раз про Садана Маташи спать». «Давайте остановимся Шива Пропада!» «Да!» «Витая Гавра Примананде!» «Ари Кришна!» «Пасуба большое!» Добро пожаловать в наш канал!